Привет гостям подписчикам моего канала, на связи Игорь Северов. Сегодня хочу кратко рассмотреть вопрос моих подписчиков о том, каковы собственно перспективы специальной военной операции и что нам делать в сложившейся ситуации. Ну, как обычно, в любой сложившейся ситуации нужно поступать здраво. На текущий момент, прежде всего, на мой взгляд, необходимо признать, что конвенциональным оружием решить цели специальной военной операции мы возможности не имеем. А применять стратегическое ядерное оружие очень опасно и может закончиться всепланетной катастрофой. То есть, конвенционального оружия у нас не хватает, а ядерное оружие применять нельзя. Поэтому необходимо, на мой взгляд, рассуждать здраво. Против блока НАТО, который на текущий момент против нас сейчас фактически воюет, конвенционального оружия у нас запасы крайне небольшие. То есть, я думаю, что по конвенциональному оружию мы уступаем странам блока НАТО даже не в десятки, а в сотни раз. Поэтому победить конвенциональным оружием у нас по-любому не получится. А количество пушечного мяса в Украине такое, что они будут продолжать и продолжать посылать все новые и новые сотни тысяч, скажем так, на убой. И жизни украинцев, блок стран, блока НАТО тоже абсолютно никого не интересует и не беспокоит. Что делать нам в такой ситуации? Прежде всего, надо, необходимо признать официально, что текущими силами и средствами достигнуть успеха в специальной военной операции возможности не представляется. Я, допустим, не согласен с Игорем Ивановичем Стрелковым в части того, что необходимо объявлять полную мобилизацию, переводить страну на военные рельсы и ввязываться в большую войну. Я думаю, что если по конвенциональному оружию на текущий момент мы проигрываем, то всеобщая мобилизация и перевод экономики страны на военные рельсы приведет к тому, что у нас в полном мере разрушится экономика. И мы проиграем специальную военную операцию не на поле боя, а в тылу на экономическом фронте. На мой взгляд, правильно представляется следующая последовательность действий. На текущий момент мы должны по всей линии соприкосновения создать глубоко эшелонированную оборону, оградившись от страны 404 абсолютно неприступной стеной, то есть абсолютно неприступной линией обороны. После чего мы должны перейти непосредственно к активной обороне по всей линии боевого соприкосновения. И указанная активная оборона нужно признать, необходимо признать и подготовиться, что она на многие-многие годы. Потому что победить конвенциональным оружием страны НАТО у нас возможности в ближайшее время не предвидится. И, соответственно, создав глубоко эшелонированную оборону по всей линии боевого соприкосновения со страной 404, мы должны переходить к созданию могучей экономики. То есть только экономическим способом, создав в России нормальную действующую экономику, мы сможем решать какие-то вопросы в дальнейшем, в том числе и путем большого количества конвенционального оружия, которого на текущий момент у нас явно не хватает. Вот, ребята, такие-то дела. То есть на самом деле перспективы специальной военной операции, они ясны. И так как нам действовать тоже, на мой взгляд, абсолютно ясно, и все тут абсолютно просто, не надо городить никакие огороды, нужно конкретно признать, что против всего блока НАТО по конвенциональному оружию мы не потянули и в ближайшей перспективе не потянем. Поэтому нам необходима качественная оборона на ближайшие годы, а может быть и десятилетия. Всем привет! Это был Игорь Северов. Подписывайся на мой канал, а то не узнаешь, как нужно себя вести во время проведения специальной военной операции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!